На месте самой большой и, возможно, самой тяжелой работы в крипто, теперь новый человек. На прошлой неделе индустрия была потрясена до самого основания. О новостях о том, что Binance, крупнейшая биржа, достигла судебного соглашения с властями США. И в этом соглашении есть два главных заголовка. Рекордный штраф в размере 4,3 миллиардов, а также уход с должности его сооснователя и генерального директора Чампянгжао, или Сизи. Сизи был и остается в криптоиндустрии выдающейся фигурой. Бывший программный разработчик вложил все свои деньги в биткоин, когда впервые услышал о нем в игре в покер, и прошел путь от развития Binance как стартапа до монстра в самое короткое время. Одновременно он стал богатейшим человеком в крипто, де-факто представителем криптоиндустрии, героем для многих и, в понимании некоторых, воплощением всего того, что было не так с этим новым финансовым рубежом. Так что сейчас у Binance возникает много проблем, включая необходимость убеждения миллионов своих клиентов, работающих с властями США, изменить свой подход, а также попытаться удержать свои позиции в заведомо конкурентной среде. Но замена CZ уже ожидала своего часа. После ухода CZ из Binance роль генерального директора на себя взял Ричард Тенг, и теперь его задачей является дальнейшее развитие компании. Бывший госслужащий с многолетним опытом работы с регуляторами, такими как денежно-кредитное управление Сингапура и глобальный рынок Абудаби, Ричард вырос до позиции главы региональных рынков Binance после того, как присоединился к компании в августе 2021-го. И, как вы можете представить, сейчас Ричард пользуется большим вниманием, так что мы были очень признательны ему, что он смог найти время и поговорить о его новой позиции и предстоящих вызовах для Binance вместе с моей коллегой Джессикой в своем первом записанном интервью с момента его назначения в Binance генеральным директором. Вот то, что они обсудили. Здравствуйте и с возвращением в Коинбюро. Сегодня с нами это большая честь и привилегия Ричард Тенг, генеральный директор Binance, который нашел время в своем очень плотном графике. И поэтому мы очень ценим это время для разговора. Как у вас дела, Ричард? Хорошо, я всегда рад пообщаться. Так что спасибо, что пригласили. Это моя первая неделя в позиции Генди и Робинанс. Так что в ожидании решения проблем, а также полной поддержки своей команды в этом вопросе. Фантастика. Итак, первая неделя в качестве генерального директора, так что давайте немного углубимся и разберемся с тем, что Binance получила рекордный штраф и потеряла генерального директора и соучредителя. Как это повлияет на дальнейшее развитие компании? Итак, в первую очередь мы достигли соглашения с несколькими агентствами США по историческим проблемам, касающихся регистрации и соблюдения санкций. И это соглашение для нас является ключевым и позитивным событием. Нам позволено уйти от очень тяжелого периода нашей корпоративной истории. Смотри, чтобы было понимание. Binance 6 лет. Запуск произошел в 2017. Говоря человеческим языком, это ребенок, который пошел в начальную школу. Но с момента первых дней, такие вещи, как защита пользовательских средств, защита и безопасность пользователей, были на высоте. Но с точки зрения контроля за соответствием законодательству, для компаний, которые мы быстро стали, были неадекватными. Мы росли экстремально быстро, и вы знаете, что спустя 6 месяцев после запуска мы стали крупнейшей криптобиржей в мире, оставаясь ей и по сей день. Так что неадекватность и определенно неверно принятые решения и другие ошибки на нашем пути привели нас к ответственности, которую мы сейчас за эти ошибки на себя берем. Эти ошибки нам стали уроком. И по мере взросления, все финансовые организации должны нести ответственность. Поэтому, глядя вперед, мы переворачиваем данную страницу. Прошлой неделе я провел в общении с нашими клиентами, а также с институционалами. И я вижу, что общее настроение в рынке абсолютно позитивно. И мы тоже. Поэтому сейчас мы сосредоточены на дальнейшем движении вперед и на том, чтобы оставаться не только лишь сосредоточенными на пользователях, что является нашей мантрой и «Всегда и было», но также быть и на компании, соответствующей законодательству, что позволит не просто процветать, что мы делали последние 6 лет, но и продолжать набирать силу в последующие 60 лет и быть связанным с компанией, которой мы очень гордимся. И говоря о штрафе во всем этом деле, как мы уже упоминали рекордные цифры, есть ли что-то, что может помешать или повлиять на Binance в ближайшие годы при осуществлении выплат этих штрафов? Что ж, базовые показатели нашего бизнеса экстремально хороши. Мы ведь в значительной степени являемся крупнейшей биржей в мире с точки зрения объемов. Так что мы обеспечим выплату всех этих штрафов без проблем. Я думаю, что важно выделить то, что наш бизнес себя чувствует уверенно, а структура капитала бездолговая. У нас совсем небольшие затраты, а на будущее рынка мы смотрим очень побыще, он снова разогревается, и на этом мы строим наше будущее. И такие вещи, о которых мы также говорили ранее, как безопасность средств пользователей, они обеспечены один к одному, все время. Пользователи всегда могут вывести все свои средства в любой момент времени. Так что мы себя здесь чувствуем очень уверенно. Что касается части сделки с США и ее завершением, агентства США на самом деле очень детально проверяют все операции. И в части этого нет никаких обвинений или признаков того, что средства пользователей использовались не под значению. И в этом вопросе мы стремимся вперед и смотрим на будущее экстремально побычье. Как я говорил ранее, три моих обещания, которые я опубликовал в блоге, это продолжение быть ориентированной на пользователей организаций и создавать продукты, которые необходимы пользователям, прислушиваться к ним, сосредоточенность на росте. Второе, это работа с глобальными регуляторами по всему миру, придерживаться глобальным стандартам, ведь дальнейшее развитие событий очень ясно. Будет все больше регуляторных законов, больше проверок различных компаний. И третье, то, что поддерживают наши глобальные инвесторы, это продолжение, поддержка и расширение наших представительств в мире. Вы сказали, что развитие бинанс – это новая эра. Вы также упомянули, что средства в безопасности – это своего рода уверенное движение вперед. Если мы посмотрим на соглашения и потенциальные действия со стороны СЕК и, возможно, других регулирующих органов, то и на какие мысли это наводит, и что вы думаете по этому поводу? Я бы сказал так, что данное соглашение устранило самую большую смуту, которая у нас была за последние два года. И теперь очень многие партнеры и потенциальные партнеры выходят с нами на связь очень агрессивно для потенциального партнерства. Что же касается остальных проблем с другими агентствами, то они являются очень конфиденциальными. Мы работаем с ними и ищем правильные решения. Но мы в них уверены и защищаем наши позиции по каждой из них очень строго. Итак, в первую неделю работы генеральным директором вы оказываетесь в довольно сложной ситуации. Чего мы можем ждать от вашего руководства в Binance? Что ж, прежде всего, должен сказать, что я очень благодарен СИЗИ и управленческой компании за доверие ко мне, а также за доверие ко мне моих сотрудников, что позволяет двигать эту важную франшизу вперед. И для меня это является крайне важным, чтобы возглавить и двигать эту корпорацию вперед. Определенно, что СИЗИ, прежде всего, лидер вдохновляющий, основатель и генеральный директор, я постоянно с ним на связи, делюсь своими мыслями, и всегда мне в удовольствие и приятно его видеть, его в действии, его высокие интеллектуальные способности, стратегическое мышление и сосредоточенность на реализации. Все это очень важные качества, и главным его фокусом всегда оставалось обеспечение безопасности пользователей, что будет также и моим фокусом. Эти вещи неизменны. Но мой опыт немного отличается от его. Я являюсь профессиональным управляющим. Я в целом буквально рос в данном направлении с самого детства, поэтому... Так что мне знакомо управление крупными командами, большими компаниями и продвижением таких франшиз вперед. И моей мотивацией всегда было оставлять компанию в лучшей форме по сравнению с тем, какой она мне досталась. Поэтому в данном вопросе я планирую очень плотную работу с заинтересованными сторонами. И таким образом, я очень уверен в нашем пути, и мы должны будем пройти эту тяжелую главу. А следующая глава будет немного другой. Индустрия продолжает свое взросление. Так что если сравнить то, каким было Binance на начале своего старта 6 лет назад, индустрия была очень молода, мы делали некоторые ошибки, так как в те ранние дни регулирование также было на очень ранней стадии развития. И даже сейчас в большинстве стран регулирование не такое понятное. Но развитие индустрии очень понятно в сторону регулирования. Индустрия взрослеет, появляется больше игроков, в игру заходит больше институционалов. И я всегда говорил, что для массового распространения крипто необходимы два критических измерения. Первое — это распространение в институционалах. Мы видим, что такие компании, как BlackRock, Fidelity и другие, запрыгивают в этот трамвай. Но для дополнительной уверенности пользователя необходимо регулирование. И сегодня с этим индустрия работает очень плотно. Поэтому я очень уверен, что с данными двумя измерениями мы с вами увидим за будущие 2-3 года массовое распространение. Так что в данной перспективе я вижу ситуацию очень побычи. И мы тоже в Коинбюро, я думаю, определенно можем сказать, что можно будет создать среди наших зрителей что-то интересное и захватывающее. Вы упомянули, что в некоторых юрисдикциях элементы регулирования до сих пор не до конца ясны. У вас очень сильная нормативная правовая база. Как вы собираетесь обеспечить то, что, возможно, в будущем не будут допущены или повторены те же самые ошибки? Конечно. На самом деле это критично. Мы уже на протяжении последних двух лет очень много инвестировали в нашу программу по соответствию законодательству. Так что переход от состояния лишь технологической компании, что является жизнью Бинанса, к тому, чтобы стать регулируемой организацией, усердно начался 2 года назад. С того момента мы наняли много очень известных профессионалов. И из меры традиционных финансов, бывших сотрудников регулирующих органов, построили и продолжили инвестировать в нашу комплайнс-программу, чтобы обеспечить, где бы у нас не были пробелы, агрессивное закрытие этих пустот. И я думаю, что данные усилия были также известны и агентствам США. Иначе мы бы не пришли к разрешению данных проблем. И все бы стало еще только большей проблемой. Так что, на мой взгляд, об этом важно помнить. Мы ответственный игрок рынка. Мы первая биржа за пределами США, запустившая обязательную процедуру для клиентов KYC. И до последнего момента многие ее до сих пор не имеют. А те, у кого она есть, это не является обязательным. Забегая вперед, у нас будет совет директоров. Так что управляющим органом будет совет. А я и моя управленческая команда будет отчитываться перед советом директоров. У нас есть независимый наблюдатель, который будет следить за тем, чтобы программа соответствия продолжала совершенствоваться и продолжала соответствовать мировым стандартам. И я считаю, что для компании это очень позитивно. Когда не одни мы говорим о том, что наша программа соответствия законодательства лучше в индустрии. Но есть и другая независимая сторона, которая говорит определенно, так и есть. Это дает гораздо больше уверенности для институционалов, для партнеров, собирающихся с нами работать, и сказать, смотрите, они воспринимают все эти вещи очень серьезно. Они знают, что делают, и являются самой важной компанией в крипто, и для нас будет полезным продолжить с ними партнерство. И мы намерены это делать. Ранее вы работали в Global Market в Сингапур, но в некотором отношении крипто немного другой зверь. И так, с учетом вашего прошлого опыта, возможно, прошлого общения, и некоторых вещей, которые вы узнали за это время, что вы привнесете в Binance в новой должности? Я должен сказать, что уже приближаюсь к 30 годам опыта работы в традиционных финансах и в регуляторной области в течение последних лет. Можно сказать, широкий опыт. То есть целый набор всего. Но это шоу не одного человека. Это старание коллектива. И со мной, мне очень повезло, находится очень талантливая команда людей, причем как и в управлении, так и в линейном персонале, невероятно преданных компаниям на результат и правильном выполнении правильных вещей. Так что, двигаясь вперед, у меня есть поддержка этих команд, поэтому я уверен в том, что мы продолжим движение вперед с точки зрения расширения, а также обеспечения соответствия требованиям законодательства. Поэтому я буду в максимальной степени использовать мой предыдущий опыт, а также и опыт моей команды, для того, чтобы двигать эту компанию вперед. Также отдельно подчеркну, что очень дорожу доверием наших 150 миллионов пользователей, поддерживающих нас даже после принятия резолюции США. Я думаю, из-за того, что абсолютное большинство это воспринимает позитивно. Мы наблюдаем еще больший приток пользователей, поэтому мы относимся к этому доверию очень и очень серьезно. Так что я воспринимаю доверие с точки зрения средств к существованию наших тысяч сотрудников очень серьезно, неся это ответственное бремя. Но также и другие вещи, которые я продолжу делать, прилагая все свои силы, чтобы компания продолжала процветание и оставалась устойчивой в последующие несколько десятилетий. Видно, что у вас есть внутренняя поддержка команды, а также поддержка в социальных сетях, в крипто-твиттере. Кажется, что был целый поток тех, кто действительно приветствовал вас в этой должности с распростертыми объятиями. Я хочу вас спросить, потому что в июне появился твит от джентльмена по имени Трэвис Клинк, где он упомянул, что если бинанс сохранит текущий уровень влияния, то на одобрение ИТФ не будет никаких шансов. И когда на прошлой неделе мы увидели новости из Министерства юстиции, а это действительно вызвало неожиданные спекуляции, о чем вы думаете, когда видите твиты и подобные предположения? Что ж, я думаю, что некоторые из этих твитов очень неудачны. Очевидно, я не поддерживаю этот настрой. Я считаю, что основа данного соглашения вполне понятна. А вся мотивация заключается в том, чтобы позволить нам идти дальше в этот тяжелый период. Я думаю, что всем будет намного лучше, а критиндустрия будет здоровее. Поэтому после этой резолюции мы будем еще плотнее работать с мировыми регулирующими органами. Каждый год к нам поступает более 50 тысяч запросов от правоохранительных органов. И на самом деле мы проводим уроки для правоохранительных органов. Ведь в отличие от фиата, крипта является технологией, которую можно отследить. Так что у людей всегда есть ощущение того, что в крипто происходит множество незаконных действий, как отмывание денег. Но если посмотреть на процентную долю этих действий в крипто, то будет понятно, что их около 0.02% из-за объема того, что происходит в фиате. Уверяю вас, что если начать распространить 100 миллионов в фиате, то отследить их будет экстремально сложно. Вы не знаете, куда поступили деньги, а в крипто это легко отследить. Поэтому очень важно держать в голове, что мы в полной мере сотрудничаем с регуляторами. И многие из них очень хорошо осведомлены о данной области. Мы видим, что некоторые продукты получили одобрение. Опять же, это не алкоголь. Так что Трэвису, возможно, следует проверить соответствующих регуляторов. Но то, во что мы искренне верим, это то, что с приходом всех этих институциональных игроков и ясностью в регуляторных вопросах, это приведет к созданию гораздо более надежной и динамичной экосистемы. Повсеместно будут появляться крупнейшие компании, а мы намерены оставаться чемпионами на этом фронте. Итак, давайте перейдем ко внутренней кухне в сети B&B. Это как-то отразится на ней? Как, на ваш взгляд, это может повлиять? И по-прежнему ли она останется де-факто биржевым блокчейном? Я здесь не вижу никаких возможных изменений. B&B – это открытая инфраструктура, которую продолжают использовать многие разработчики различных проектов. Многие из которых остаются очень позитивными, оптимистичными и преданными сети. Вы видите, что появляются множество новых проектов. А мы продолжаем поддерживать всех этих разработчиков. Так что здесь никаких изменений я не предвижу. И давайте вернемся к тому, что вы только что упомянули о доле рынка Binance как мировой биржи со 150 миллионами пользователей. Что вы можете сказать другим биржам, возможно, конкурентам в отрасли, исходя из уроков и выводов, которые мы получили? Что ж, как я уже говорил, мы являемся крупнейшей и первой биржей за пределами США, внедрившую обязательный механизм KYC, так как понимаем, что это важное направление. И я знаю, что многие до сих пор этого не сделали. Но даже те, кто ввели KYC, иногда не требуют его к обязательному исполнению. Так что мы начинаем, оставляя этот эпизод позади и начиная новый с позиции силы. Мы продолжаем двигаться дальше. И я думаю, что некоторые из этих проверок начнутся и по другим компаниям. Так что хорошо будет всем понять, что направление дальнейшего движения идет в сторону регулирования. А мы, как криптоиндустрия, должны выдерживать высокие стандарты, плотно работая с регуляторами и другими заинтересованными сторонами, сохраняя целостность сектора, намереваясь совместно растить эту экосистему. Мы в одной лодке и планируем совместно работать с разными участниками и заинтересованными. И я хочу поблагодарить за поддержку наше сообщество. Мы есть только благодаря поддержке наших пользователей и сообщества. Они были невероятно поддерживающими. А это доверие создавалось на протяжении шести лет. Они знают, ради чего мы здесь. Они видят целостность наших действий. Они знают, что у нас их средства в безопасности. А с течением времени мы прошли через различные моменты, когда происходили гораздо большие выводы средств. Мы всегда говорили, что средства на 100% в безопасности. Они хранятся на основе один к одному. Вы можете выводить их в любое время. И это наше обещание им. Поэтому они нам верят. И они знают, что мы постоянно идем вперед с точки зрения инноваций и развиваемся сами. Создаем новые продукты и сервисы, которые им нужны. И рассчитываем на их заинтересованность в нас. Теперь, добавляя к этому измерению то, что мы становимся организацией, соответствующей законодательству, это позволит нам иметь еще больше партнеров. По сравнению с прошлым, когда некоторые могли стесняться таких партнерств. А теперь они активно выходят на связь с нами. И на будущее мы смотрим оптимистично. На чем сосредоточено основное ваше внимание на будущие несколько недель? Теперь, когда вы впервые назначены на должность генерального директора. О чем вы думаете в первую очередь? У меня был очень детальный разговор с внешними и внутренними заинтересованными сторонами. И те, и другие поддержали наш путь развития. Я озвучил три обещания. Первое – это пользователи. Второе – работа с регуляторами. И доверие у партнеров. И в долгосрочной и короткосрочной перспективах это основные принципы. Мы обеспечиваем соответствие понятию лучшей организации, которой мы только можем быть. Обеспечиваем потребности пользователей. Продолжаем строить нашу платформу, чтобы она была лучшей, которой только может быть. Пользователи продолжают нам доверять. А мы продолжаем обеспечивать безопасность их средств. Защиту от угроз, обеспечивая их уверенность в этом. Также, очевидно, о работе и с регуляторами. Я провожу много времени о работе с глобальными регуляторами. Сообщаю о соответствии законодательству нашим инвесторам, в соответствии с нашей программой соответствия. Также идет процесс формирования управления, создания совета директоров и так далее. И, конечно же, мы плотно работаем с партнерами. Глобальные партнеры выходят с нами на связь, со мной, с моей командой, и мы с ними очень плотно работаем. Так что мы публикуем сообщения о продуктах и сервисах, тех, которые мы запускаем, а также о новых партнерствах, которые осуществляем и будем делать в будущем. Фантастика! Что ж, желаю удачи на новой должности от себя и от всей команды Coin Bureau. Спасибо за это первое живое интервью. Мы очень ценим то, что вы согласились и желаем вам удачи в дальнейшем. Спасибо! Спасибо! Что ж, для человека, перед которым встают монументальные задачи, Ричард определенно выглядел уверенным, что Бинанс переживет этот шторм. Я благодарю его за то, что он нашел время в своем плотном графике для нашего разговора. Итак, по его словам, цитата, «Средства пользователей неприкосновенны», и, несмотря на наши ошибки и, цитата, «принятые на нашем пути ошибочные решения», Бинанс постарается из этих ошибок извлечь уроки. И это обещание, которое Ричарду и Бинансу придется сдержать. В рамках данного соглашения представители Министерства юстиции США и казначейства будут работать вместе с Бинанс в течение следующих нескольких лет, чтобы обеспечить полное соответствие законом. И они будут иметь доступ к системам и записям Бинанса. Так что в результате этого могут произойти некоторые интересные открытия. Однако, с учетом всего, вероятно, не могло быть и лучшего времени для данного соглашения, как для Бинанса, так же и определенно для всей криптоиндустрии. Ведь определенно, рынок определенно начинает снова разогреваться после долгой и холодной криптозимы. Заявки на спот Биткоин-ИТФ, а даже, возможно, и Эфира, вероятно, не так далеки от одобрения. И халвин Биткоина в апреле следующего года снова поставит крипто в центр внимания. И в этот раз мы должны надеяться на большее количество позитивных причин. Бинанс являлся причиной большинства сомнений для всей криптоиндустрии в течение многих лет, пока мы ожидали дня расплаты. И когда вся криптоиндустрия получит сопутствующий ущерб. Но это не случилось. Рынок проигнорировал эту новость, а Бинанс обработала все заявки на вывод без каких-либо проблем. Бинанс и крипто получили шанс продолжить свое движение дальше и показать миру, что дни Дикого Запада остались позади и больше не вернутся. Итак, Ричард, удачи тебе, а также вам. Редактор субтитров А.Семкин